В многоцветном орнаменте крымских народов ярко нитью выделяются караимы, загадочные исчезающие этносы своей особой религией, языком и культурой. Мы находимся в крепости Чуфут-Кале. Давайте узнаем, что осталось здесь с давних времен. Куньякши. Здравствуйте. 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 У вас как правильно? В первый раз с мужчиной здороваться или с женщиной? Или не имеет значения? Ну, сначала с мужчиной, потому что мужчина все-таки глава у нас в крымском обществе. Извините. Да. Поэтому Чуфут-Кале. Ге. Хошкель-Бенис. Добро пожаловать в наше родовое гнездо. Рады вас здесь видеть. Очень приятно. У вас такие красивые костюмы. Это вот национальные караимские костюмы? Это национальные караимские костюмы, да, немножко стилизированные, в старом стиле. А хотите ли себе такой? Конечно, я очень хочу. Тоже такой костюм. Можно мне его тоже поменять? Тогда мы вам дадим один примерить. Итак, я уже в красивом караимском национальном костюме. Посмотрите, какое все богатое и очень красивое. Олеся, как правильно называется вот эта ткань? Это вообще у нас марама. Это фес и марама. Женщины все ее одевают, носят, ну, прикрывают себя, украшают свое лицо и тело. А тут не надо вот так делать вот так? Не, ну, если есть желание, то, конечно. А вообще? Вообще женщины, ну, это как кокетство, да, в каждом народе есть, то есть прикрывают, показывают глаза, то есть как кокетство идет. Ну, идет, мне хорошо. Очень, мне очень нравится, как вы смотритесь. Спасибо. Давайте поговорим о Чуфут-Кале. Как правильно, Чуфут-Кале или Джуфт-Кале? Смотрите, правильное название Джуфт-Кале, двойная крепость. Почему это пошло? Да, изначально, когда здесь стоял хазарский гарнизон, была выстроена только одна часть города до средних ворот. Потом, когда город уже разрастался, увеличился, появлялись новые улицы, да, появлялись больше людей, то начали достраивать вторую часть. Из-за этого получилось, что город состоит как бы из двух крепостей. После этого его назвали Джуфт-Кале, двойная крепость. По данным последней переписи, на полуострове крымских караимов осталось всего 535 человек. В мире около двух тысяч. А ведь когда-то это был довольно крупный народ, живший в Крыму с незапамятных времен. Откуда и когда точно пришли на полуостров караимы, или же сложились из других крымских наций, ученые до сих пор спорят. Бесспорно одно – это тюркоязычный этнос, исповедующий караимизм. В основе их веры лежит почитание Ветхого Завета. Юрий, расскажите, где мы находимся, что это за место такое? Мы находимся в караимской киноса. Это самая первая киноса, которая была у крымских караимов. То есть она датируется XIV веком, постройка. Рядом находится чуть позже построенная киноса, в XVIII веке. То есть когда община увеличилась, места было уже не хватало, была построена вторая киноса. Здесь караимы проводили службу. Службу проводил священнослужитель, который у караимов называется Газан. Хотелось бы рассказать, наверное, о караимской религии. Да, караизм или караимизм. Как правильно? Я думаю, что оба варианта верны. Оба варианта, да. То есть допустимы в данном случае. Если говорить о нашей религии, то есть это моноистическая религия самостоятельная, которая базируется на Ветхом Завете. Я предложу, наверное, вам присесть, чтобы он будет удобнее. Давайте, давайте. Посидим на древних, так сказать, камнях. Так вот, наша религия предусматривает прямое общение с Богом без посредников. Понятно. Ну, у вас такое, значит, мужчины отдельно, да? Вот в Кенасе женщины там где-то отдельно. Вот то, что я сейчас нахожусь, это большое нарушение правил. Смотрите, мы находимся сейчас во дворике Кенаса. Здесь допускается находиться, наверное, женщинам, мужчинам. Но когда проводится служба, через первый этаж заходят исключительно мужчины, взрослые там и дети. А женское отделение находится на втором этаже. Можно ли сказать, что вот мы сейчас находимся в самом сердце караимской культуры, религии, истории? Знаете, я бы сказал так, что без этого комплекса, наверное, в каждом караиме в сердце где-то присутствует. То есть это как святая святых у нас. И в целом, как и завещали нам предки, то есть для нас проведение служб здесь, проведение хаджа, то есть лагеря, допустим, молодежного мы проводим. Здесь молодежь знакомится, образуются семьи и так далее. То есть вообще крепость Джуфт-Калле для нас это как святыня. То есть роднее ничего нет. Поэтому, безусловно, это для нас очень дорогой объект. Это святая святых. А сейчас небольшой мастер-класс по караимским танцам. Наши караимские танцы очень женственные и плавные. Я сейчас вам покажу парочку движений. Я постараюсь повторить. Вы делаете кувшинку развернутую, потом вы ее закрываете. Опять развернутую. Делаете мах назад и плечами. Раз, два. Раз, два. Да, можем еще раз попробовать. Развернутая, закрытая, развернутая. Мах плечами. Раз, два. Вот. И это делается более быстро. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. В общем, все сложно, красиво. Давайте теперь вы станцуете, а я посмотрю со стороны. Хорошо? Давайте. ПОЕТ Бахчилар да кестане, докулюрдане-дане, докулюрдане-дане, бахчилар да кестане, докулюрдане-дане, докулюрдане-дане. Только в конце XVIII века краемы начали покидать Чуфуткале и переезжать в другие, более комфортные места полуострова – Бахчисарае, Евпаторию, Симферополь. В столице Крыма они развивали торговлю, занимались ремеслами и сельским хозяйством, были довольно зажиточными людьми. К концу века рост общины привел к тому, что старый молитвенный дом уже не вмещал всех желающих и было принято решение о строительстве нового храма. Этому строению скоро будет полтора столетия. Возведение караимской киносы в Симферополе началось в мае 1891 года. Торжественное открытие состоялось уже через пять лет. В 30-х годах XX века здесь был организован некий караимский клуб, в котором даже проводились театральные постановки. Потом на долгие годы поселилось Крымское радио, и только в июле 2014 года это великолепное здание было возвращено караимом под храм. Дождали 23 года, боролись за его возвращение, дождались. Спасибо всем, кто принимал в этом участие. И по федеральной целью программы сейчас идет его реставрация. Очень ждем, очень надеемся, что уже очень-очень скоро у нас получится открыть религиозно-культурный центр. Здесь будет не только храм, также все желающие смогут познакомиться с культурой и материальным наследием крымских караимов. В здании планируется библиотека, национальный архив и, конечно, музей. Анна, ну я так понимаю, это те самые экспонаты будущего музея, который здесь скоро откроется? Ну, это экспонаты не будущего музея, а уже созданного музея. Музей есть. Ему присловлено имя Тамары Армели. Это, кстати, была дочка последнего газана, который проводил службу в этой киносам. Вот. Просто на данный момент нету постоянно действующей экспозиции. Нам передавали очень много людей. Кто-то один экспонат передавал, кто-то много. Например, семья Чилибиачан передала целый, можно сказать, сундук. Я продемонстрирую. Это там пра-пра-пра-пра-пра бабушек. Вот это халат. Это женский? Это женский халат. Женский халат очень интересный. Посмотрите, это какие прекрасные цвета, да? Очень яркий, да. Еще чем интересный? Тут есть карманчик. Карманчик с отделкой. То есть, если руку засовывать, чтобы было видно, что и тут красота. Халатик тепленький, если вы трогаете, да? Вот. Сохранились детали отделки. Посмотрите. Очень красиво было. По нашим подсчетам, учитывая, что мы знаем его историю, то лет 200, наверное, ему есть. Это где-то середина 19 века. Это мелкий жемчуг, вышивка. Это навершие на шапочку. Вот эти вот навершия, они были съемные. Когда шапочка приходила в ветхость, то это навершие могли перевести на другую шапочку. То есть, она была более... Она пришивалась, да. Более ценная, да, навершие? Да, да. Налогные украшения и подвески, это вот вышло на этой салфетке. Вот это то самое золотое шитье? Это не золотное шитье, это бить. Это не совсем традиционная вышивка. Более уже простые краски, нитки, более яркие краски, да, вот здесь использованы. То есть, более грубая. Используется эта вышивка плоской металлической пластин. Это нашивка на чичит у караимского священника и у мужчин, которые приходили на молитву, были шарфы белые. И здесь вот такие двусторонние вышивки. Вот так вот, раз-раз-раз, завязываете или там скалываете и вот идете в баню. А, это типа сумочки. Если присмотреться, вы здесь увидите. И тоже пул, это маленькие вот такие паеточки, да. Но это металлические, я правильно понимаю, из металла? Да, и вы увидите тут и конитель, и вот вышивку космак, и вот, посмотрите, цветочки вышивки, да, утром. То есть, очень такая тонкая творческая работа. Нет, ну извините, женщины всегда очень много внимания уделяют сумочкам, правда же? Сумочка должна быть красивая, нарядная, изящная. Ну, казалось бы, вот, ну, взял кусочек материала, завернул и пошел, да, а тут сидишь, вырезаешь, вышиваешь. Орнамент традиционный, вот, посмотрите, да, геометрический, такие встречались и ковры с таким орнаментом. Цвета традиционные, то есть, белый, красный, синий традиционный. Ну, решили все-таки, что вероятнее всего это была маленькая подушечка, потому что, вот, судя по подкладке, может быть, это была маленькая подушечка, типа думки, на которую клали на сет. Вот, но, под вопросом. Ну, сидит такой караимский, такой дядечка, такой, облокотившись на думочку, кофе пьет, вот такая, да, картина сразу всплывает. А рядом жена. А рядом жена сумочкой. А у меня появилась идея. Вот сейчас смотрю, изучаю вот эту сумочку. Смотрите, какая красота, какие швы, да, какие цвета, какие узоры. Я думаю, займусь-ка я все-таки рукоделием и пошью себе такую сумочку. Однако, чтобы сшить настоящую караимскую сумочку, нужно украсить ее настоящей караимской вышивкой. Постичь хитрости золотного шитья нам помогает Раиса Яковлевна Пчельникова, наследница старинной караимской фамилии Ксир. Ну вот, самая любимая часть моей программы – это изучение крымских орнаментов, крымских узоров. Вот это у нас традиционная караимская вышивка? Да, это традиционная караимская вышивка, но это новодел. Все работы выполнены по старинным караимским мотивам. Но это что-то же узоры что-то значат? Это не просто цветы? Конечно, это не просто цветы. У караимов не шьется лицо, живая природа. Здесь в основном орнамент и геометрическая вышивка. Каждый, как говорится, стежок здесь о чем-то говорит. А вот этот узор, он тоже имел какой-то смысл? Или просто для красоты девочки вышивали? Ну, вот это шестепиконечник, бесконечность. Это бесконечно символизирующая. Ну, может быть, знаете, какой-то оберег был? Нет, обереги, да, естественно. Ну и что, сможете меня научить караимской вышивке? Смогу научить. Выводим иголку снизу, ровненько укладываем эту нить. Мы стараемся ее руками особенно не трогать. Почему? Ну, потому что, чтобы не пачкать ее. Все намутнеет, наверное, да? Все намутнеет. Ну, я стараюсь ее не трогать, да. И вот здесь же, считай, в эту же дырочку, отступая несколько, там, доли миллиметра, вкалываем иголочку, чтобы прижать, чтобы прижать. Вот. Поняла. А второй как? А второй стежок мы выводим с этой стороны, вот рядышком с этим. Его нужно ложить как можно плотнее, ближе к этой части. Мы его сюда повернули и прикрепили здесь. Так, внимание, золотошвейка Дарина в кадре. Угу. Золотошвейка? Или как называлась? Ну, это в России золотошвейка было, я не знаю. А, украимов это называлось? Украимов? Мастерство, это профессия. Золотое шитье. Золотое шитье? Не золотое, а золотное. Золотное? А почему? Да. Да, я смысл поняла, тут надо, конечно, практика, да? Да, тут нужна практика. Вы сколько вышиваете уже лет? А, ну, если всю мою вышивку, то из детства. Можно сказать, что караимские женщины очень любят, ну, вот, золото, потому что золотые нити, золотые поездки, все золотое. Ну, конечно, не могу не примерить этот красивый фес. Рассказ о крымских караимах, конечно же, не будет полным, если мы не затронем национальную кухню. Итак, мы сегодня печем караимские пирожки. Секреты все нам расскажет Наталья? Все секреты не расскажу, но основные, конечно, я вам постараюсь объяснить. Давайте начнем с теста. Из чего оно? А, это самый большой секрет. Почему не рассказываю, я поясню, потому что у всех, в каждой семье есть свой рецепт приготовления теста. И если брать основной рецепт, который был издревле, 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 то есть это была мука, это был бараний жир. Сейчас все труднее и труднее найти качественный внутренний бараний жир, поэтому каждая семья выходит из ситуации по-своему. Все-таки, чтобы не было конфликта, да? Да, чтобы не было конфликта, чтобы избежать критики, будем так говорить. Приготовили тесто. Начинка классического кремского пирожка – это, конечно же, баранина. Баранина, лук и немного картофеля. Ну, начнем. Давайте. Так, тесто. Тесто. Для того, чтобы раскатать тесто, нам понадобится скалочка. Я вот вам выделю эту скалочку из кизилового дерева, между прочим, и ей даже, наверное, больше 100 лет. Раритетная вещь. Если новичок в этом деле, то я рекомендую раскатывать не очень тонко, потому что все-таки начинка у нас сочная и может прорваться. Да, ипотечная. Да, избежать этих эксцессов. Там самое интересное то, что многие, кто готовит кремские пирожки, об этом забывают. Что самое интересное. Так, сейчас будет что-то самое интересное. Внимание, берите ручку, бумажку, записывайте, пожалуйста. Так, я примерно так. Примерно так, да. Вот, смотрите, теперь самое интересное в крымском пирожке – это его форма. Для того, чтобы правильная форма получилась, надо сделать такую стеночку. Да, вот можно сделать вот так проще всего. Вот так вот залепить и выровнять. То есть стеночка должна стоять. Такое жирненькое тесто, да, вообще такое? Жирненькое, да. И мягенькое такое. Да. Так. Вот, отлично. Теперь у нас есть место, куда класть начинку. Начинки не жалеем. И теперь закрепляем. Пока только закрепили. То есть вот оно у нас таким полумесяцем. Защипляем и закручиваем. И теперь косичка. Как будет по-караимски наше вот это блюдо? Карай аяк лакларе. Карай аяк? Аяк лакларе. Караимские пирожки. Непроизносимое сочетание звуков. Мы закончили. Мы все закончили, да. Сейчас мы смажем наши пирожки яйцом, чтобы они были блестящие и еще более красивые. Караймские пирожки часто готовили? Это как бы повседневная еда или все-таки праздничная? Знаете, вот я вспоминаю в детстве, когда заходили к какому-либо караиму домой, почему-то всегда тебя угощали пирожками. То есть они были всегда? Они были всегда. Так, вот такие носики, это для того, чтобы выходил пар. Выходил пар, да. Вот, может быть, оно не очень эстетично смотрится, как их делают, но и делают как-то вот именно так. Вот так положено. Да, так положено. Как это, и с вакон веку так повелось. Ну вот, пирожочки наши готовы. К сожалению, сразу видно, где мои, где Наталья. Ну, я только учусь. Пошли печь в духовку. Ну, вот такая ароматная красота у нас получилась. Я уверена, что каждая хозяйка должна это сделать на своей кухне. Кто не успел записать, может пересмотреть и, так сказать, испечь. Ну, а я пошла пробовать. Завидуйте мне. Пирожки – самое известное караимское блюдо, но, конечно, не единственное. Вообще не даже проходят мастер-классы для детей по приготовлению национальных блюд. И каждый раз это становится поводом для диспутов и полемик. Ведь в каждой семье сохранился свой, разумеется, самый правильный рецепт. О крымских караимах можно говорить долго. Тут и тонкости вероисповедания, и особые отношения с царской фамилией, и древнее старинное мистическое кладбище с вековыми дубами. Мы сегодня затронули лишь малую часть огромного предания. А с вами была Дарина Сафонова. До встречи в новом национальном костюме. Савлык Билен Каунас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин